Добрый день, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале Само Растет. У нас сегодня ветрено и пасмурно. А я хочу вам рассказать о том, как много лет назад я избавилась от пырея без не применяя никакой химии, без всякой химии. И результат великолепный, который держится до сих пор. Ну, понятно, сейчас у нас вот уже везде укрывной материал, но вот именно вообще наш участок был просто заселен пыреем неимоверно. Но вот эта часть, это был какой-то кошмар. Это был настолько вот такой сплошной ковер. И вот сколько, 20 лет мы боролись и так и не могли с ним побороться. Избавились мы от него совершенно случайно. В академии нас этому не учили, но результат, вот видите, уже более 6 лет мы тут как бы не пололи, ничего не делали. Но пырея нет. Есть однолетки, но нет пырея. Так где-то встречается, от соседа залазит, но как-то особо не приживается. Итак, что мы, вообще что можно, что боится пырей, что он любит и что он боится. Он, кстати, очень не любит темноту, он не любит укрывной материал. Если вот взять, ну, как-то скосить и застелить укрывной материал, вот такой черный, плотный, который совершенно не пропускает вот солнечные лучи, 60-ка здесь не подойдет, вот, то результат тоже будет хороший. Можно травить глифосатами. Всем известный Раундап, Торнадо, Чистогряд, много. Все они одинаковые. По-моему, 360 грамм на литр глифосата у них. И садоводы пользуются им. В какое время? Ну, в теплое время, не в жару. Нам нужно побрызгать в сухую погоду и ждать две недели. Терпеливо ждать две недели. Хоть и производители утверждают, что глифосаты не имеют почвенной активности, но, как показывает практика, после них бывает такое, что вообще просто ничего не растет. Тем более, что садоводы очень любят превысить дозировку. Этого делать нельзя. Вот на инструкции читаете, как нужно сделать, так и делаете, и ждете две недели. Можно ли сейчас побрызгать? Вот пасмурно уже так, ну, у нас 10 градусов. Теоретически можно. Если две недели еще продержится такая температура до плюс 8, то можно побрызгать. Я думаю, что сработает. Но сейчас повышенная влажность, и действие глифосатов, оно уменьшится. Поэтому лучше делать это все, когда идет перед активной агитацией. И еще продают препарат, называется Агрокиллер. Вот он более концентрированный. И садоводы его любят. Дайте что-нибудь, вот я когда работала в магазине, в садом, дайте что-нибудь поядренней. Он там, по-моему, 520 или 560. То есть концентрация там больше глифосатов. Но этот препарат нельзя применять на участках. Там, где будет что-то потом выращиваться. Это, знаете, вот дорожки, склоны там около дорог. Ну, вот в таких местах. Поэтому не надо вот таких вещей делать. Паре, конечно, полезное растение. Корневая у него жуткая. То есть она расползается. Я когда-то даже любила его полоть. Но это, знаете, выпало там 5 квадратных метров. Но не 5, не 10 и не 15 соток. Как же мы избавились? Подходим к самому вот такому моменту. У меня в магазине, где я работала, остались семена седирата горчицы. Не горчицы, прошу прощения, рожь. Осталась рожь, которую мы не продали. Народ как-то неактивно ее покупает. И я на одном кусочке посеяла. Посеяла осенью в зиму. Весной мы это перекопали. И тут я заметила. А нету пырей. Да, понятно, мы там как-то вспахали. Посеяли. Но обычно картина весной, что это буряные такие жирные всходы пырея. И борьба начинается заново. Думаю, что-то тут не то. И здесь вот мы раньше сажали картофель. Вот я увлекалась семенным картофелем, вообще выращиванием картофеля, агротехникой. И мы здесь выращивали вот картошку. Пырея, особенно вот на этой части. А почему здесь было много пырей? Потому что когда были колхозы, именно вот на нашем участке, в этой части, чистили технику. От сорняков, от всего здесь было ужасно. И мы начинали полоть вот здесь, да, там в июне месяце. И в августе мы туда вот доходили. И все было в сорняках ужасно. И два года подряд. Ну, результат уже был с первого года. Я говорю, а ну-ка, убрали картошечку. Давайте-ка засеем рожью. Все мы это засевали рожью. Вот именно в это время, поздно, она при этом успевала сходить. Вот так вот, может быть, примерно. Вот, и все это зелененькое уходило, ушло в зиму, вот первый год. Весной. Вот тут главное не упустить момент. Нельзя дать ей заколоситься. Иначе и рожь превратится в сорняк. Ну, перед посадкой картошки мы это все перепахали. Перепахали как у нас лоплош. И лоплошиком прошли. Можно это сделать и плоскорезом. В общем, кто как привык, лопатой, чем угодно. И тут же, как удобрение, оставили эту рожь. Нету пырея. С тех пор нет пырея. Да, пока мы еще тут выращивали картофель, мы сеяли рожь. Ох, какой ветер. Вот. Но уже картошку мы здесь не выращиваем. Я не знаю, сколько. Лет пять. А пырея нет. Он, по идее, должен был все-все-все заполонить. Вот. Но его нет. Такое чувство, что он выдернул корни и ушел с вещами на... И куда-то, не знаю, на другие участки, еще куда-то. Он немножко появляется. Вот здесь. Но вот здесь у забора уже давно никто не полит, не копает, ничего. А пырея нет. Есть однолетки. Есть кое-какие многолетки, но в основном однолетки. Вот в заключении программы пару слов о однолетних растениях. В сорняках однолетних. Имейте в виду, что семена... Да, вот когда мы изводим многолетки, да, они активно... Откуда-то вообще берутся неимоверное количество однолетних сорняков. Откуда берутся? Да они там были и сто лет, и больше. Семена у сорных растений сохраняют схожесть до 100 лет. Идет... Схожесть теряется полпроцента в год. От полпроцента до процента в год. А они же дают их миллиарды. И вот когда свято место пусто не бывает, многолетние убрали сорняки, и начало расти вот это все однолетнее. И еще скажу один момент. Я не рекомендую все-таки пользоваться разными глифосатами. Я считаю их достаточно вредными. Когда-то там можно использовать однократно, грамотно, по инструкции. Но когда просто нет другого выхода. И никогда не используйте их на однолетних растениях. Вы эти сорняки уничтожите. На их месте взойдут миллиарды новых. Потому что семян в земле очень-очень много. Самое лучшее средство борьбы с сорняками, я постоянно об этом говорю, это укровные материалы. Плотные. 100, 120, 130 грамм на метр. Бывает даже 150. Правда, никогда не использовала такой. Хорошие фирмы. Смотрите, чтобы не проходил свет. 60-ки в этом плане вам не помогут. Все-таки сквозь них идет ультрафиолет. А им этого и надо. Им нужен ультрафиолет. Все. Да, он черный, вроде как этот. Даже притеняет им еще и хорошо. Если нету, вы хотите постелить укровной материал, у вас нет 120-ки, там сотки, еще какого-то, стелите 60-ку, но в два слоя. Больших вам и хороших урожаев, легкой работы на ваших участках. Если мои программы вам полезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. До свидания.